Вот он новый ремень. Я же чеку не выдернул. Вот так вот выдергиваем чеку. Все это дело поджимается. Вот она чека выдернутая. Это заряженный был натяжной ролик. Теперь выворачиваю болтик, который я заворачивал, чтобы не потерять датчика коленвала. Устанавливаю на свое место датчик коленвала. Заворачиваю болтик. Отжимаю все это дело. 18 ньютон. 20. Есть датчик коленвала на месте. И он далее. Сейчас будем устанавливать вот эту скобу. 5 болтов. Эти которые покороче отсюда спереди будут. Вот они 1, 2, 3. Вот эти по длине и вот сюда 1, 2. Сейчас попробую устанавливать. Так. Один болт наживил. Верхний самый диспетчер. спереди который. И сейчас еще один надо, чтобы она более-менее устойчиво стояла. Когда устанавливаете эту скобу или как кронштейн, надо здесь точно попасть. Видите? именно вот так. Потому что если вот эта часть окажется с этой стороны, то придется откручивать. Перед тем, как будете вкручивать вот эти болты, обязательно смажьте их. Ну естественно почистить надо и смазать. Потому что подгонка очень плотная. Если туда-сюда, там соринка попала, какая-то неровность и уже болт не хочет даже наживляться. Не то что там крутится. Вот сейчас я пытаюсь третий болт закрутить. Как-то у меня не очень получается. Очень неудобно. Ну вот так вот подшевеливаю этот кронштейн одной рукой, другой круча. Все-таки наживил я. Сейчас постараюсь подальше загнать этот болт. Так, опять же, подшевеливая, вот из двух болтов я один уже затолкал верхний, а вот нижний пока у меня что-то не получилось с первого раза, потому что тут слишком близко. Вот видите? Хотя вот раз и все зашло. Теперь я заворачиваю оба болта. Сейчас сначала, скорее всего, нижний затяну, чтобы он не мешал крутить верхний. Так, так, пока идет все от руки. Отлично. Болты чистые, немножко смазанные, поэтому все нормально. Движение идет нормально. Так, верхний. Кручу я вот таким макаром. Кто как может. У меня есть вот такой ключик. Маленький, аккуратненький, трещоточка. Головкой на 14. Аккуратненько, аккуратненько затягиваю. Все, осталось затянуть эти пять болтов. Ну и действовать дальше показывать я не буду. Покажу только, как, начну показывать, как кожухи эти, которые сверху ремня ГРМ будут одеваться. Нижняя часть кожуха, который прикрывает ремень ГРМ от грязи, пыли. Значит, что я сделал. Немножко, так, слегка почистил, не до блеска. Вот. И поставил на место вот такие вот резиновые, вот такую резиновую прокладку. Уплотнение резиновое. Оно, когда я снимал, слетело. Сейчас я установил, оно достаточно мягкое. Я думаю, что будет все нормально. Сейчас я его буду устанавливать. Вытаскивал я этот кожух через верх, так как там скобки, не скобки, а кронштейна. Кронштейн был убрат. Сейчас я кронштейн поставил на место. И теперь пытаюсь через низ установить на место. Отлично все прошло. Вот оно встало. Теперь мне надо нажить хотя бы парочку этих болтиков. Сейчас бельем. Оп. Один болтик. Чтобы у меня никуда не улетело это. Второй. И вот туда вот, в наше укромное место или вот сюда. Нижний кожух, нижний кожух установлен. Теперь нам нужно установить верхний. Чтобы его установить, нужно сквозь него, вот через это отверстие, вот через это вот отверстие, продеть разъем датчика распредвала. Сейчас попробуем это сделать. Так. Сам кожух я установил. Разъем, наверное, здесь вот с улицы. Попробую. Опа. По-моему, встал. То есть, снимал гораздо-гораздо тяжелее. Так. Как нам его увидеть? Ну, вроде бы стоит. Не вроде бы, а он щелкнул у меня в руках. Поэтому сейчас вот эти вот все зазоры выбираю. И потом эту резинку надо будет на место. Сейчас наживлю болтики. Один вот сюда и с другой стороны. С этой стороны. Так. И вот с этой вот. Вот он. Ну и, конечно, центральный болт, который... Сейчас я их не затянул, но хочу показать. Центральный. Это где у нас? Центральный. Это у нас вот там вот. Под вот этим жгутом. Поэтому сначала его надо закрутить. Все. Кожух установлен. И верхний, и нижний. Осталось только вот эту вот резиночку вставить на место. Вот она легко вставляется. Японцы молодцы, их предусмотрели. Не корячишься здесь в неудобном месте. Ну что теперь? Теперь нужно одеть крышку клапанов. Или даже, ну да, скорее всего, крышку клапанов, чтобы грязи поменьше сюда летело протереть. Здесь все-таки пыль налетела. А потом устанавливать генератор и подушку, вернее кронштейн, который идет на подушку. Хотя это, наверное, можно сделать и сейчас уже. Так, решил я все-таки сейчас установить генератор. Почему? А потому что неудобно там натяжитель будет. Для этого я вот так вот высуну. Попробуем. Генератор я сюда затравил. Теперь заворачиваю, наживи вот этот болт. Так, короче, заверну. А сюда этот кронштейн надеваю. Опа! Вот так. Все, теперь надо разобраться с натяжным устройством. Так, натяжное, натяжное устройство генератора. Так, так, так. Эх, не могу никак приспособить. Вот она, через этот болт. Наживил я вот этот болт, это натяжное устройство. Для этого мне понадобилось отпустить вот эту скобку, видите, чтобы она вот так ходила. А то никак не мог попасть в резьбу, которая находится на корпусе генератора. Ну все, это я сделал. Теперь, теперь, теперь надо разобраться сверху, чтобы потом опустить пониже шкив. Ой, не шкив, а двигатель. Ну, на подушку. И тогда шкив легко оденется. Не удержался я, одел шкив. И вот этот вот шпонка, квадратная, скорее всего она отсюда должна подойти. Ну да, вот она, она встала. Все, теперь шкив стоит на своем месте родном. Можно его даже и заворачивать. Болт на 12. Сам болт шестигранник на 19. Ну, а ремень уже, скорее всего, когда опущу, буду одевать. То есть опущу двигатель. Он сейчас у меня пока надо обкрать. Все, пока. Вот. И решил заодно отрегулировать клапана, так как крышка снята. Можно было, конечно, можно было, конечно, вот этот кожух не одевать. Тогда было бы понятнее. Ну, в принципе, можно и без кожуха, вот без этого кожуха отрегулировать. Ну, то есть не без кожуха, а тут у нас шкив распредвала, на котором нанесены метки. Можно, в принципе, и без них. Ну, только для этого нужно знать, что нужно делать. Так вот, показываю, как говорится, последний раз в сезоне. Так. Вот эта штука мне мешает, зараза. Сейчас я ее привяжу, чтобы она сюда опять не уходила. Или кверху привязать? Нет, сюда, наверное. Привяжу и попробую регулировать. Все вам покажу. В выпускные клапана Honda Civic регулируется зазор 0,25 мм. Впускные клапана 0,2 мм. Ну, сейчас я это буду делать. В данный момент, вот смотрите, если посмотреть по вот этой вот планке, с той стороны на ней написано UP, а там видно штифт. Вот он, штифт видно чуть-чуть. Вот он должен, вот эта вот UP должна быть напротив вот этой вот метки. Здесь, с этой стороны, видите, даже вот здесь есть небольшая меточка. Сейчас я ее покажу. Вот она, вот она риска. Вот эта риска, она должна быть заподлицо, вот со срезом этой головки. И с этой стороны, видите, она туда ниже ушла, а вот эта выше. То есть нам немножко нужно повернуть назад штиф, ну, примерно миллиметров на 5, чтобы она совпала. Сейчас я это сделаю. Подобрались мы вот штиф коленвала, на который одевается ремень, который приводит в движение штиф кондиционера и штиф генератора. Сейчас этого ремня нет, как я уже и говорил. Я менял ремень ГРМ, и поэтому, не одевая, как бы не дособирая полностью, решил отрегулировать клапана. Так, поворачиваю. Поворачиваю. Так. Если верхний штиф на 5, то нижний на 10 миллиметров. Сейчас посмотрим, что там у нас наверху получилось. Так, почти что встало все. Почти что встало еще пару миллиметров. Одели шкив, завернули болт от руки и теперь нужно его затянуть. Заворачивать будем, опять же, при помощи вот этого моего ключа. Ага. Так, так, так. Немножко не подходит. Оп. Вот так. Вот так. Вот так вот. Ставили. Головка на 19. И заворачиваем. Здесь, вот смотрите, я упер все. Вот отсюда покажу. Вот так вот все уперлось. Все будет держать. И теперь мне нужно на 140-160 ньютон затянуть. Вот так. Стремится выскочить. Не хочет. Обязательно использую динамометрический ключ. Вот такой вот ключ. Вот такой вот ключ. Ну, он у меня есть. Я его использую. Без него как-то, знаете. Ну, вот показал он больше 140, где-то около 160 ньютон. Идет. Продолжаем дальше работать. Постараюсь показать. Я сейчас буду за шкив коленвала крутить. Крутится он легко, потому что в цилиндры свечки не завернуты, чтобы компрессия не мешала крутить. Вот смотрите. Смотрим. Метка. Что у нас? Метка еще не на месте. Еще поворачиваем. Так, ну все. Метка на месте. Вот как вы видите, заподлицо. Вот она метка на шкиву. Ставлю я ноготь. Вот он как раз. И с этой стороны так же все на месте. Теперь наша задача приступить непосредственно к регулировке. Регулируется. Регулируется. Если у нас стоит все по меткам, значит первый цилиндр находится в верхней мертвой точке. Вот. Вот. Вот так. Вот так что ли. Да. Первый цилиндр находится в верхней мертвой точке. Первый цилиндр считается от шкива. Первый, второй, третий, четвертый. Вот. Вот. Регулируется он. Сначала первый цилиндр. Потом поворачиваем шкив распредвала на 90 градусов. Третий. Опять поворачиваем шкив на 90 градусов. То есть уже полооборота. Здесь полооборота, а коленвал оборот. Четвертый. И еще на полооборота второй. То есть первый, третий, четвертый, второй. 13.42. Я вот так запоминаю. 13.42. Все. Смотрим зазоры. Здесь у нас должны быть зазоры в выпускных клапанах 0.25. Здесь, ну там плюс-минус 3 соточки. Здесь во впускных клапанах 0.2 миллиметра. Начнем с выпускных. Берем щуп. Вот он у нас щуп на 0.25. И смотрим. Так. Легко, легко проходит первый выпускной. Второй выпускной. Второй выпускной. Тоже легко. Посмотрим, насколько же легко. Беру щуп на 0.3. Так. На 0.3 уже не идет. Здесь 0.3 тоже не идет. Сейчас попробуем сделать 0.27. подобрал. Подобрал я щупы. 3 щупа. Или как, 3 от щупа сжало на 0.07, 0.05 и 0.15. Итого 0.27. 0.27 проходит. Ну так, знаете, хорошо. То есть 0.27 здесь зазор. Следующий. Смотрим. Клапан. Ну, надо сказать, нормально. То есть регулировать я их не буду. Теперь смотрим впускные клапаны. Вот они. У нас два впускных. Первый и второй. Здесь у нас должен быть зазор 0.2 плюс-минус там. Три сотки. На щупе я выставил 0.25. Сразу пройдет, не пройдет. Вот смотрю. 0.25 сильно-то не идет. То есть если положено 0.2, а у меня 0.25 не идет. Второй клапан тоже не идет. Ну, то есть в пределах норм, скорее всего. Сейчас сделаем 0.22. У меня два щупа. Один на 7 соток, другой на 15 соток. Итого 22 сотки. 22 сотки тоже не идут. Ставим 0.2. То есть две сотки. Так. 20 соток один щуп. Идет, не идет. Опа! Смотрите. Он и на 20 не идет. Вот. То есть клапана немножечко-немножечко поджаты. Видите? Впуск. Впуск не идет. Один. И второй не идет. Интересно, сколько же здесь подгонял-подгонял. В итоге 10 соток. А положено 20 соток. Представляете? То есть клапаны зажаты. И из-за этого они могут прогореть. Еле-еле звукал 10 соток. То есть требуются регулировки. И второй. Ну, и второй тоже поджаты. Значит, отворачиваем их. И будем регулировать впускные. Выпускные у нас вот эти вот два. Нормальные впускные. Поджаты. Отворачиваю ключиком на 10 гайку, которая контрагает регулировочный винт. Опа! Вот смотрите, как сделано. Гайку отворачиваю, а винт не отворачивается. Это очень хорошо. Вторую гайку. Теперь отвертка. Отвертку надо подбирать, чтобы жало заходило. Плоская отвертка. Видите, она начинает крутиться. Теперь беру щуп на 20 соток. Пытаюсь просунуть его. Подставил, пока не идет. Смотрите. Оп! Вот он пошел. Пошел. Немножко подворачиваю, чтобы туговастенько ходил. Вот так вот. Видите, уже потуже. Вообще нужно поворачивать очень мизерно. Совсем туго. Вот так вот. Значит, если бы это было автомобиль... Ладно, не буду говорить, какой. Но это Хонда. Вот смотрите, беру и потихонечку, потихонечку начинаю крутить гайку, контрагайку на заворачивание. Вот смотрите, вот за этой риской, за верхней. Вот. То есть, за регулировочным винтом. Она должна стоять абсолютно на месте. Она так и делает. То есть, мне не надо сверху держать вот так отверткой, а здесь крутить. Достаточно просто заворачивать и все четко стоит. Вот эти мне японские автомобили нравятся. Еще раз. Так. Затянули. Вот она. Видите как? То есть, 20 соток. Вот я вытащил. Все четко. Теперь здесь делаем то же самое. Он пока не идет. Мы должны отпустить. Почти на полуоборотах. Ого. И вот так вот, вот так вот. Так. Примерно вот так. Затягиваем. Никуда. Верхняя риска. Заметили? Я ее не держу. Она никуда не уходит. На многих автомобилях начинаешь крутить нижнюю гайку. Верхняя вместе с нижней идет. Это так раздражает. Вот на японцах как-то они сделали. Опа. Затянул. Ну, тяну так хорошо. В пределах так 25 ньютон. Все. Первый цилиндр отрегулировал. Теперь мне что нужно сделать? Теперь мне нужно закаленвал. Так как у меня кожух одетый. Вот этот кожух одетый. С этой стороны у меня видны те метки, про которые я вам говорил. Я их сейчас помечу. Ну, предположим, вот таким вот лаком для ногтей, которые мне супруга подогнула. Ну, вертикаль здесь вот так вот пометим. Раз. И теперь надо, чтобы вот эта метка красная, которую я нарисовал, совпала с буртиком головки блока цилиндров. То есть, сейчас еще раз покажу. Вот эта красная метка. Вот она. Она должна повернуться на 90 градусов и совпасть вот с этой вот частью. То есть, как вот сейчас совпадает положение верхней мертвой точки первого цилиндра. когда я ее поверну на 90 градусов, это будет положение верхней мертвой точки третьего цилиндра. У меня точно так же должны освободиться регулировочные винты, то есть, зазоры на третьем цилиндре. Вот на этом. Один, два, три. Вот на этом цилиндре. Вот на этом. У меня вот эти рокеры. Вот один свободный уже. Второй свободный. А вот эти два зажаты. Вот надо 90 градусов еще повернуть. Сейчас я пойду за коленвал крутить. Здесь будет видно по поводу метки. Коленвал мне надо повернуть на 180 градусов. Вот так вот. Посмотрим. И еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Все, четко стала метка. Вот она метка. Вот она, видите? Она с верхней части переместилась сюда. Теперь смотрим рокеры третьего цилиндра. То есть, толкатели, рокеры, как правильно их назвать, не знаю. Впускные почему-то поджаты. А выпускные вот они свободны. Так, ну что. Будем регулировать. Выпускные два клапана. Вот взял я на 25 соток. Щуп. Видите? Он не выпадает. То есть, держится. Нормально. Можно было немножко поджать, но я не буду. Лучше, пусть они посвободнее будут. Но они где-то на 0,27 отрегулированы. Теперь то же самое делаю спускными клапанами. вот видите, щуп на 0,2 и он не проходит. То есть, клапаны немножко поджаты. Я сейчас делаю ту же самую процедуру. Отворачиваю. Опа! Мое-мое! Можно и пальцы сбить. Отвернул. Теперь при помощи отвертки регулировочный болт или как толкатель ослабляю. ослабляю. При регулировке немного мешает вот это пластиковая пластиковый тоннель в котором провода идут. Ну куда деваться? Придется терпеть. Теперь мы что делаем? Теперь мы заворачиваем. Один клапан я отрегулировал. Заворачиваю. Вот так. Вот так. Второй клапан. Ну и так далее. Поворачиваю. Сейчас третий цилиндр отрегулирую. Вот эта вот метка. Вот она видите. Поверну ее, чтобы она оказалась там внизу. Ну как внизу. Напротив среза головки блока цилиндров. Вот этого среза верхнего. Который ставится клапанная крышка. И буду регулировать точно так же четвертый цилиндр. выпускные повторюсь 0,25 миллиметра. То есть 25 соток. Впускные 0,2 миллиметра. То есть 20 соток. И второй цилиндр. То есть первый, третий, первый, третий, четвертый, второй. Ну и в принципе и все. И можно ставить вверху клапанную крышку и дальше дособировать движок. Или не движок, а одевать. Я же менял ремень ГРМ. Одевать все навесное. Все. Всем пока. Регулируйте клапана. Как мог объяснил. Старался изо всех сил, чтобы было понятно. Вот. Ну я думаю, кто вникнет, кто посмотрит, тот поймет. Всем пока. Перед установкой крышки клапанов я тут решил, не решил, а необходимо. Вот видите, старый герметик убрать. Вот так вот. Подручными средствами. можно ножичком, можно вот я пинцетом убираю. Но обязательно это надо сделать и наступить вместо прилегания вытереть. Потому что, если это не сделать, то может быть подтекание. Вот только поменяли и сразу пошло подтекание масла. И опять придется разбирать. Поэтому я сейчас почищу. И только потом буду надевать крышку клапанов. Прокладку я менять не собираюсь, поэтому мне ее тоже надо будет почистить. Установить вот сюда. Вот сюда вот в крышку клапанов. Немножко мазнуть герметиком. Ну и ставить на место. Так, вот я уложил в крышку клапанов герметик. Так как я буду ставить старую резинку. Вот эту вот. Вот эту. Она у меня должна быть чуть-чуть повыше. И чтобы она была повыше, я в крышку клапанов уложил герметик. И немножко сейчас оставлю, минут на десять. Пусть она подсохнет. И потом сверху вставлю сюда резинку. Пока крышка сохнет, я наверное, одену вот это крепление. Думаю, крепление одевать или все-таки сначала ремень. Наверное, ремень одену. Ремень, который крутит генератор и кондиционер. потому что все-таки немножко мешать будет. Попробую одеть его. Вот он, этот ремень. Я его не забраковал. То есть он еще походит. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ручейков. Или как правильно называть. Ставим. Ставим, поставим. Ставлю сверху. Сразу одеваю на генератор. Генератор до конца отпущен. Перехожу вниз. Так, вниз перешел. Закинул на большой шкив. Потом на шкив кондиционера. Вот он. Все вроде на месте. Теперь мне нужно подтянуть вот это вот натяжной. Отсюда не видно? Не видно? Темно. Сейчас поднесу. Лампу поднес. Переноску. Смотрите, мне нужно натянуть вот этот вот натяжной. Как я его разбирал, я уже показывал. А сейчас мне что? Нужно заворачивать. И натягивать ремень. Как я и говорил вначале, заворачивать буду вот этот барашек. вот этот барашек. И лампа, и рука, и камера. Вот этот барашек. Буду сейчас заворачивать. Но показывать не буду на камеру, потому что невозможно снимать. Не лезет сюда камера. Перед тем, как натягивать ремень, конечно же, надо закрутить вот этот болт крепления. Не затянуть, а закрутить именно. Сделаю это при помощи вот такой трещуточки. Головка на 14. Короче, мы поняли. Так, не затягивай. Теперь крутим нижний вот тот барашек. Вот смотрите, этот барашек я руками иной раз получается крутануть, иной раз нет. Ну хорошо сделали шестигранник. Правда, ключом не залезть сюда. Еще раз говорю, лучше бы там просто была гайка или головка болта. Я бы легче ее затянул, потому что накинул бы трещуточку на нее. И потихонечку, потихонечку. А так вот видите, сейчас по чайной ложке. Так. Еще не натянут. Тянем, продолжаем. Вот затянул я натяжитель. И вот смотрите, рукой вот так вот поворачиваю ремень. Обычно я так натягиваю. Вот. И если он на 90 градусов идет очень туго, то, скорее всего, достаточно. Ну, я думаю, что натяжка достаточная. А главное, главная ее суть-то натяжки для чего? Для того, чтобы генератор не проскальзывал, когда на него пойдет нагрузка, электрическое поле его будет тормозить, и шкив, возможно, может начать проскальзывать. Но, в крайнем случае, можно будет еще подтянуть. Так что, я считаю, что вот такая натяжка, она нормальна. Все. Всем пока. Натягивайте ремни. А мы продолжаем собирать дальше автомобиль. А, забыл сказать, что нужно затянуть вот этот болт. Это на 14. И там на 12 болт. И сверху болт. Сейчас покажу какой. Тоже на 14 затянуть. Вот этот вот. Вот этот вот. Чтобы генератор стоял уже в определенном положении на месте. Герметик подсох в крышке. Продержал я его где-то минут 20. Вот он, видите. Вот такой вот. Сейчас будем устанавливать в крышку прокладку. Прикладку вот так слегка, слегка притопил герметик. Потому что... Ну и... После этого надо тоже дать подсохнуть слегка. Прежде чем ставить. Все. Прокладка установлена на герметик. Теперь я ее буду... Не прокладку, а... Крышку клапанов устанавливать на место. В следующем, когда помните, вот так вот стала у нас прокладка ой прокладка крышка стало нормально теперь надо ее просто затянуть вот видите болты которые крепят крышку клапанов головки блока цилиндров они вот такие вот фасонные специальные то есть просто болты не закратишь и на них шайбочки и вот эти шайбочки снизу промазываю герметиком вот это вот еще не промазал внутри резинка она уже немножко подзадубила ну что пока намажу герметиком продлю срок службы так устанавливаю на место эти болты вот а вот эти крайне вот этот болт и вот этот вот у меня почему-то сейчас тоже его подмажу сейчас многие скажут герметиком намазал крышку и весь герметик пойдет вовнутрь понятно если я сейчас заведу и он еще не высох что он пойдет а так я разбирал эту крышку ну года три назад у меня были тоже тоже мазал герметиком и вот как он выдавился как он высох так он и остался на этой крышке никуда он не попал а если даже он под дом попадет часть его попадет под дом то он скорее всего будет задержан сеточкой конечно это нехорошо лучше ставить новую я не спорю можете так не делать у кого у кого есть возможность купить новую я посчитал что там около 1000 рублей тратить на эту прокладку дороговато свечки я почистил вот очистил их от пылесосил как говорится продул наждачки вот эти места где нагар был прошел нагарчик небольшой был кстати и теперь мне нужно их установить на место устанавливаю я вот таким способом не бросаю аккуратненько аккуратненько раз опустил до самого конца почти довел вот это упала сильно почему когда упала свечка это плохо а потому что если она упадет и сильно ударится электродом то она может зазор уменьшится и все были у меня случаи человек один приехал вас 2109 маленькие зазоры и машина глохла ну все-таки это вытащу сейчас проверю хорошо что вытащил свечку проверил зазор немножко немножко уменьшился при падении сейчас аккуратненько опустил теперь точно так же аккуратненько опускаю в ключ и заворачиваю вообще свечки заворачиваются когда с кольцами как вместо вместо шайбы ли места прокладки то 40 ньютон а когда на конус такие свечки сейчас модные стали на конус сделать на фардах делают не знаю на японцах ставят не ставят такие там 25 ньютон свечки установил теперь можно установить и катушки катушки без разницы одевать на какой цилиндр то есть они взаимозаменяемы у меня все катушки рабочие поэтому родные поэтому я не парюсь просто ставлю и все устанавливаем кронштейн на который крепится фильтр воздушный корпус вернее короткий оказался все кронштейн установлен теперь теперь все таки надо наверно установить кронштейн который крепит подушку установлен на двигателе двигателю вот видите вот так кронштейн не подходит необходимо прежде чем устанавливать опустить двигатель весь двигатель у нас как вы помните стоит на домкрате вот этот вот шкив который вот этот вот шкив он миллиметров 10 от рамы поэтому опускаем как можно ниже что-то там что-то там двинулось надо посмотреть конечно же двинулся вот этот кронштейн пробуем вот немножко при опустили еще мало не проходит он опускаем как можно ниже вот видите как опустился шкив практически лежит на этом на раме так сейчас попробуем ставить затравить кронштейн одна сторона зашла вторая сторона все встала теперь надо эту шпильку которая при разборке выкрутилась тоже установить на место немножко смазал ее выдышкой лучше шла от руки по ходу она от руки не пойдет идет затравилась вроде бы то есть наживилась головка на 17 заворачиваем отдел ее высокую головку потому что пошла гайка головка низкая и вот этот край гайки край шпильки стал упираться вороток не затягивая одеваем и наворачиваем оставшиеся две гайки крепления кронштейна подушки двигателя все затянули эти гайки примерно на 80 ньютон может чуть побольше геометрический ключ в принципе и все можно домкат снизу совсем убирать что я сейчас и сделаю все можно сказать ремень поменен осталось мне там наверху до укомплектовать фильтром потом прикрутить провода чтоб не болтались и одеть крышку которая закрывает эти провода пластиковую на виду все покажу все теперь нам еще раз говорю останется одеть только колесо одеваем вот эти объемы на катушке раз 4 1 2 3 4 все одета теперь нужно вот этот пластиковый как правильно назвать тоннель еще раз чтобы его прикрепить надо сначала вот этот одеть вот потому что он снизу цепляется снизу так вот видите как он аккуратненько заходит сюда надеваем закручиваем гаечки красивые вот эти естественно крепим крышки клапанов вот эти провода пучок проводов всего не забываем одевать разъемы эти вот разъемы датчик температуры адсорбер вернее егр клапан адсорбер говорю все где-то установим щуп и фильтр а вот здесь вот видите такую важную деталь как тросик газа не одел но придется открутить еще раз эти два болтика и ждите устанавливаем корпус корпус конечно лучше устанавливать разборном виде потому что вот это отверстие которое одевается на дроссельную заслонку надо все таки чтобы она попала снял я вот этот резиновый уплотнитель с дроссельной заслонки и установлю его фильтр а потом уже одену на дроссельную заслонку все уплотнитель установлен будем устанавливать на дроссельную заслонку надо не забыть что здесь у нас снизу идет хомут а вот сюда должен вставляться датчик температуры всасываемого воздуха вот видите встала на сюда не обязательно завернуть надо вот одну руку неудобно сюда затравил и вот сам датчик всасываемого воздуха вот он я его когда разбирал не заметил что он здесь стоит а должен был стоять бы вот так вот чистый для того чтобы четко мерить температуру ну все осталось закрутить 1 2 3 болта и ставить не забываем про хомут который снизу еще завернуть надо вот он этот хомут собрал я вот такой вот удлинитель такой все прикручено корпус фильтра не болтается этот хомут тоже на место надо надеть ну и теперь тросик газа прикрутить устанавливаем фильтр крышку все все скобы которые у меня были установил и закрутить этот болтик на 8 все фильтр на месте можно сказать движок не движок а ремень грм грм заменен сейчас поставлю колесо ну и попробую заводить конечно все ремень грм заменен как всегда что-нибудь да забываешь это патрубок кондиционера сейчас мы его чтобы убить конечно не помешало прикрепить шланг который как подходит к омывателю окон сделаем не все сразу как говорят последний аккорд как в армии говорят надеваем на место колесо немножко затянули теперь чтобы видите внизу она висит а здесь у нас домкрат стоит который немножко не по размеру сейчас я что сделаю я сейчас своим штатным дым кратом приподниму вытащу пятитонный вот этот домкрат и вытащу эту деревяшку это один из способов как домкрат который не подходит все-таки по высоте я имею ввиду все таки его туда затолкать и использовать потому что мне край был нужен вот этот домкрат для того чтобы приподнимать двигатель так что у нас с чуркой чурку же можно вытаскивать чтобы поднять и освободить домкрат все домкрат освободился теперь я и опускаю машину на место вот так вот можно без ямы как говорится поменять ремингрэм хотя с ямой конечно она бы поприятнее было когда можно под машину залезть удобной гайки болтики покрутить все осталось ведь у меня еще колесо слегка уже цепляется за землю но еще висит мне нужно его припустить и дотянуть возможно даже можно позвать помощника который нажмет на педаль тормоза чтобы затянуть вообще хорошо все уже уже колесо не болтается можно можно подтягивать ну тяну здесь от души как говорится ньютон 100 150 на каждый был на каждую гайку тяну так крест-накрест вот эти два потом вот эти два чем лучше затянуто надежнее тем значит у меня машина будет работать и не подводить меня все всем пока а еще завести нас же ну что вот так вот я один без помощника плюс я еще и снимал то есть видео когда снимаешь получается намного дольше все это дело одеваю на место самую клемму все примерно время у меня ушло на замен ремня грн если брать полностью часов 6 часов 67 ушло но я говорю с учетом съемки беспрерывной работы 67 часов а так я конечно делал сначала в один день до вечера начал где-то после обеда и сейчас тоже после обеда на другой день начал какие-то другие дела были интернетом здесь занимался сейчас мне не терпится завести завести конечно как она заведется машина еще не заводил реально первый раз пускаю ее после заменила ремня грн посмотрим посмотрим вот она она касается эти зажглись все вовлю в печку на нейтралки стоит поставлю в парковку машинка отлично завелась сами видите долго не буду гонять потому что в гараже чтоб как бы не задохнуться здесь все всем спасибо за внимание меняйте ремень грн естественно сейчас у нас прохладная погода чем теплее движок тем меньше расход топлива поэтому я его сейчас накрою вот таким отделом тут самое главное чтобы это дело не попала на выпускной коллектор для этого я сейчас его так накрою заверну и вот сюда на и вот сюда на эту резинку вот вот так вот прикрыл я движок покрывалом здесь когда капот опустится все это придавится я думаю расход топлива из-за этого тоже должен упасть то что должен упасть а упадет я всю жизнь езжу так уже больше 30 лет вот так вот вот так вот вот так вот